Категорически не согласен, что с населением к выборам в Думу негативные. Какого-то процента населения – да. И когда мы начинаем разбираться в подробности, в чем же негативно, нам факты положить на стол не могут. Это вообще-то есть так называемые «черные легенды». Когда начинают рассказывать, то знаете, в среднем веке Испания сделали «черную легенду». Потому что конфлицарты, инквизицы и так далее. Кто делал? Англия и Португалия, которые боролись с день на море. Поэтому, знаете, вот так не надо говорить. Потому что где-то были нарушены, вот сейчас заканчивают их. Пожалуйста, нет вопросов. Но подавляющая масса была сделана все правильно. Почему видеокамеры решили вводить? Ну, решение принял. Задание отдал представить правительство. Цель какая? Показать все полностью, что все открыто, все нормально, все ведется. Смотрите, сидите на диване, включайте участок Вологодской области, номер 345. И смотрите, как там идет голосование. За исключением одной точки, мы в часовых поясах, мы не можем показать результаты голосования, поэтому мы на винчестере их запишем. Как только 21, мы опять включим их в интернет, пожалуйста, как считали. И тогда, что же говорить-то? Тогда говорить нечего будет. Но тогда все равно будут говорить, что выборы проводились нечестно. Есть группа лиц, которые хотят этого говорить, и вы им ничего не сделаете. Вы не можете прочитать лекцию в сумасшедшем доме, они просто не понимают. С точки зрения технической задачи очень и очень сложные. Вы представляете, 95 тысяч участков. Ну, ладно, какие-то исключательные просто неразумно ставить, потому что на 10 ремонтов в тундру, где везут в 9-10, ставить им видеокамеру не надо, потому что их 10 голосов на 100 миллионов избирателей не играет роли. Или, к примеру, допустим, вы поставите, сидит в средствах взятых человек. Он подозреваемый, да? Вы его покажете в интернете, что он там сидит, а его завтра оправдает суд. Вы пойдете в суд за то, что его показали, вполне на законных основаниях. Правильно я говорю? Да. Правильно. Основная масса участков, которые задрагивают почти 98 миллионов избирателей, она будет оснащена веб-камерой. Обязательно порядка она будет оснащена. Или веб-камерой, или видеорегистратором. Что такое видеорегистратор? Я на Винчестер отправил, на Винчестер стоит информация. Если подали в суд, я с Винчестера снял информацию, суд потребовал, и показал ее прямо сзади суда, как происходило на самом деле. Правильно? Вот для этого, для того, чтобы не было вот этих черных легенд, пошли вот на такую открытость. Посмотрите. Другой вопрос, что всегда будут недовольны, всегда люди... Ну не может быть. Я вот избирался... 12 лет был в государственном доме. Три раз избирался в одномодатном участке. 179-й тюменский избирательный округ. Мне все тюменцы знают, да. Я меньше 80% не набирал. Но находилось 2%, которые раньше, что я фальсифицировал выборы. Ну я вообще только разговаривал с трудящими, я еще не принуждал же к чему-то, да. Но они все равно находились. Вот у нас психология несколько иная в России, да. Вот в Италии, когда были выборы, и когда Безрускони проиграл и выиграл море, что сделал Безрускони? Поздавил море с выигрышем. У нас же, как проиграл, сразу пишут жалобу. С людьми надо работать. Вот когда люди выходят куда-то на площадь, да, они выходят, потому что кто-то их достал. Какой-то чиновник взял и достал. Они вынуждены высказать свой протест, да, они придут. Но надо смотреть эту самую причину. Есть определенные люди, которые как-то занимаются этими вопросами, нагнетают, да. А есть люди, которые, они нормальные люди, нормально работают. Вот их там достали где-то, они вышли на площадь и высказали свое мнение. Это они имеют право сделать. Это разные люди. Вот по итогам выборов пока судебных процессов нет. Может, они завтра появятся. Вот есть у нас такая зеленая книга изобретения. Владимира Ильичурова, да, где все эти жалобы суммируются, а потом всем на дисках развиваются. Надо смотреть. А сейчас говорят, я подам суд. Ну, подавай. В том, что где-то на каких-то 100 тысяч участков были нарушения, ну, знаете, я не могу сказать, что их не было. Хотя где-то люди же занимаются, да. Есть человеческие факторы где-то. Но это будет участковый. Знаете, какой процент? Я в цикле был 4 года, когда все, о, тысячи жалоб принесем, вместо тысячи становилось полторы. 10 тысяч жалоб несем, полторы, а не 10 тысяч. Из них процент подтвержденных 8. Так где же там 10 тысяч-то, да. Но я с другой стороны приведу участки, вот, пожалуйста, тоже в городе Москве на выбору городскую думу. На участке голосовал Митрохин, да. Вот он же там живой голосовал вместе с женой. Ну, не мог ли они с женой проголосовать против Яблока, да. Ну, как-то реально не могли. Правильно же? Он подал в суд. Суд пересчитал. Да, 18 голосов там были за Яблоко, да. К этому участку избирательной комиссии приняли определенные меры, кто куда, в какую кучку переложил. Поэтому давайте вот этот разговор о таких общих, в частности, я думаю, что будут судебные риски. Сколько их я сейчас не могу сказать. Ну, на 100 тысяч участок, если я силы 150 будет, то я буду очень поражен. Я думаю, гораздо меньше.